Салат будет очень простой. Это смесь листьев. Любых берите. Можно просто листья взять, один салат порвать. Ну, вот я уже захотела смесь купила. Нам нужна будет груша. Груша должна быть очень сочной. Орехи. Орехи могут быть любые. Можете грецкими. Французы очень любят грецкие орехи. У меня вот есть смесь, микс такой. Тут остаточки у меня остались. И я их буду использовать. Заправку будет у меня хорошее оливковое масло и лимон. В принципе, нужно еще горчица. Но я не буду так утяжелять. Соус я расскажу, какой, когда буду поливать. Какой французы обычно. Винегрет, так называемый, используют. Но у нас будет с вами все по-простому. Итак, берем листья салата. И красиво с вами выложим их на блюдо. Теперь берем грушу. И нам надо с вами ее нарезать. В принципе, как мы ее будем резать, не имеет такого значения. Можете хоть кубиками. Но я сейчас попробую дольчиками такими порезать. Посмотрю, как будет это смотреться. Так, серединку берем. Ну и как-то вот так вот сейчас я порежу. Ну и вот так вот. Теперь мы берем орехи. У нас с вами такой хрустящий салат. Нежная, сочная груша. И вот такой для структуры орешки будут. Их нужно будет порезать. Чтобы они не крупные были. Для этого салата очень хорошо подходят маслянистые, конечно, кедровые орехи. Но, в принципе, грецкие, вот как в моем случае, и миндаль тоже хорошо подойдут. И у нас с вами получается очень хороший постный обед. И у нас с вами получается очень хороший постный салат. Очень много витаминов. И есть белок, который есть в орехах. Просто посыпаем это сверху на наш салат. Ну все, и осталось только его заправить. Для заправки мы будем использовать лимон и хорошее оливковое масло. В принципе, вы можете взять баночку. Взять немного, пол чайной, ну вот на такое количество, пол чайной ложки горчицы. Туда добавить оливковое масло, лимонный сок. Очень хорошо взбить. Будет эмульсия. И этой эмульсией полить. Это очень красиво и вкусно. И вот французы любят такое. Вот они взбивают в таких баночках. Получается типа соуса такого. Вот. Но я заморачиваться не буду. В принципе, вкус такой будет свежий. Тоже вкусный. Мы с вами вилочкой вот так подавим. Лимон немножечко. Чтобы он хорошую такую кислинку дал. И польем оливковым маслом немножечко. Ну и теперь этот салат Ну минут так 10 должен постоять. Чтобы пропитался и лимонным соком, и оливковым маслом. И поверьте, несмотря на то, что это очень просто, это очень вкусно. Все салат. И теперь мы посмотрим. Игорь. Продолжение следует...